Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу поработать с орхидеей Самма Лав, которая под номером 29 у меня идет. У нее все хуже и хуже состояние. Я не вижу никаких подвижек в грунте, хотя грунт самый, что ни на есть, благоприятный для наращивания корней и для вообще веселой дальнейшей жизни. Что я буду делать? Я ее просто достану из этого грунта и поставлю в открытую систему. Вот так вот, прям в этот же стаканчик, потому что я не вижу ничего с этой орхидеей, что происходит. Посмотрите, у нее также много корней, как и было раньше. Есть подсгнившие корешки, но тут их один, по-моему, они вот... В этом многообразии вот этих пипочек и корней вообще трудно понять, что здесь отгнивший корень или какой. Шейка здоровая. Я ее сейчас вот так вот отстригла черную пипочку, и тут оказалась вполне себе хорошая зеленая ткань живая. Сейчас я хочу удалить листик, который желтеет, превращается в тряпочку. Удаляю еще чешуйки. Они тут, несомненно, образуются мелкие такие вот хвостики от листика, потому что корни масса. Я, вы знаете, даже встречала такую ситуацию на просторах интернета, когда в орхидее растет вроде бы много-много-много корней, но они закукливаются просто по непонятным причинам и не растут дальше. Ну, конечно же, мне хочется данному растению самое благоприятное условие создать, но у меня не получается. Как вы можете посмотреть по предыдущим видео, никакие мои предложенные из предложенных мной посадки не возымели никакого результата. Я, единственное, сейчас хочу присыпать при вас вот эту вот, не знаю, как это назвать, могучую шею, могучую корицей, молотой корицей, потому что пагубных каких-то процессов здесь я не вижу, таких, чтобы ох и ах, все пропадает, и клиент уезжает. Вот тут посмотрите, вот как разорван лист. Вот я присыпаю. Корни не мокрые, шейка в порядке, и я не знаю, что нужно этой растюшке, но... Вот по видео на просторах интернета есть вариант, что это первоначальный перекорм гормональный. Когда ее продавали и выгоняли из нее цветоносы, хотели выгнать побольше цветоносов. Так, вот здесь водички много, налила я водичку. Вот так, в ее же стаканчик. Вот так она будет стоять над водой. Я даже не знаю, возможно, я фитиль вот здесь из бинтика, но она у меня так, по-моему, стояла с фитилем. Ничего, в принципе, путного из этого также не вышло. Пускай стоит, но хотя бы я буду видеть, что там происходит и происходит ли вообще что-то, потому что это, конечно, нонсенс. Кончики у нее абсолютно точно все закукленные, и они чернеют такие точечки. Что ей нужно, я не понимаю. Такое шикарное многообразие корней, просто из каждой почки эти корни лезут. И все, вылезли и закуклились. Ну, жалко, в общем, не растюшку эта. Summer Love не самая простая орхидея. Тоже красивая девочка должна быть. Не хочет она у меня расти, и все. Мне очень жалко будет, если я ее потеряю, потому что растение, в принципе, достойное. Может, украсть любую коллекцию, особенно красивые вот эти листики. Необычные листики. Спасибо большое за внимание. У орхидейки есть хэштег 29 и Summer Love тоже. Можно посмотреть ее историю. Возможно, у вас тоже были такие истории печальные, или наоборот, со счастливым концом. Прошу вас поделиться. Мне будет интересно. Возможно, это вернет мне боевой дух и настрой насчет этой орхидеи. Но в любом случае, я желаю вам длинных корешочков, здоровых листочков и красивых цветочков. До скорых встреч!